друзья мои знаете что когда у нас человек обладает здоровьем над этим долго и упорно трудились это не просто так вот но также знаете и другую сторону этой же медали если человек болен над этим тоже кто-то долго и упорно трудился болезни не создаются просто так на ровном месте приветствую друзья с вами сергей смоляков очень давно меня спрашивали этот вопрос уже много раз за последнее время по поводу питания режим питания смолякова кто-то говорит похоже на кетодиету кто-то говорит не похоже в общем я полностью сейчас вот этот вопрос раскрою чтобы было понимание чтобы не было вопросов но они все равно будут ну не важно итак режим питания по методу смолякова главное и ключевое что нам нужно сделать это убрать углеводы убрать углеводы ну по максимуму либо почти полностью из нашего рациона что такое углеводы первое это сахар сахар и все что из него делается варенье там конфеты все 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 сладкое все что сделано из сахара все что содержит сахар мед мед полезный минеральный мед это сахар просто сахар это искусственный продукт а мед это натуральный сахар но это все равно сахар и он действует на организм также как сахар он вызывает всплеск инсулина соответственно мед мы убираем итак первое все что сделано из сахара плюс мед второе это ну второй вид углевода это мука мука мучное все что сделано из четырех видов зерна рожь овес ячмень и пшеница вот четыре вида зерна и все что из них сделано сразу вопросы которые будут задаваться овсянка овсянка по утрам полезная нет не полезная не полезная овсяная каша по утрам содержит глютен в огромных количествах засоряет кишечник вот ну и плюс ко всему является углеводом большим содержанием углеводов хоть и медленных но это углеводы следующий еще продукт следующий вопрос который возникнет неизбежно да а я вот хлеб там использую там крупнозерновой да хоть какой крупнозерновой мелкозерновой там цельнозерновой с шелухой необдирной бездрожжевой это все углеводы это нельзя следующие углевод это крупы все крупы все крупы сразу предвижу вопрос гречка гречка полезно это наш продукт до полезная была гречка это углевод будете есть углевод ваш организм не перестроиться на правильный режим работы где при котором он все сам себя очищает вот поэтому гречку нельзя нельзя гречку нельзя все крупы вообще все рис там любое зерно там пшено не знаю все что угодно манку чечевицу да кстати бобовые тоже нельзя бобовые у нас содержит крахмал в большом количестве а когда крахмал распадается там в желудке в пищеварении то он распадается на глюкозу и те же сахара то есть у нас бобовые нельзя нельзя все зерно и все бобовые и последнее самое наверное болезненное для всех будет да это фрукты фрукты почему нельзя фрукты дело в том что фрукты содержат фруктозу что такое фруктоза фруктоза это фруктовый сахар то есть вот съедайте в день два яблока и никогда не будет болеть сердце будет у вас болеть сердце будет там сахар содержится в яблоках вот и все фрукты все что растет на деревьях виноград особенно там и так далее один вопрос постоянно мне задают а вот арбуз это же не фрукт это ягода арбуз нельзя арбуз содержит фруктозу в таких количествах что это почти штугольный сахар вот дыня арбуз нельзя 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 ладно если посмотреть на сегодняшний рацион современного человека например вот у нас в городе москве да то у нас углеводы содержатся везде там майонез хлеб вы вы просто зайдете вот в магазин там какой-нибудь пятерочку или еще какой-нибудь до супермаркет там сплошные углеводы нет ни одного продукта в котором бы не содержались углеводы и сразу возникает вопрос а что же есть мы сказали что нельзя теперь скажем что можно что можно первое и самое главное что можно это набрать в рацион питания жиров нам нужны жиры вот есть такое утверждение что наш организм там на 80 процентов состоит из жиров из воды из воды он не из воды состоит он состоит из жира если мы возьмем клеточку и в клеточке это вот цветоплазма внутренняя жидкость до внутриклеточная это не вода это эмульсия где больше большое содержание жира это такое масло такое понимаете то есть если бы вода ну на вы проткнули бы иголкой вы бы вытекли все не вода в нас содержится ну то есть она есть конечно но мы состоим из жиров у нас мозг это полностью кусок жира у нас вся нервная система это жир а нервная система пронизывает все клетки весь организм полностью то есть вы не представляете какое-то количество это все жир это ткани организма если углеводы например организм не может запасать да в себе там ну гликоген в мышцах в печени но это все за один день до 2 тратится вот он не может это использовать углеводы то жир он не просто использует он из него состоит человек состоит из жира как это не парадоксально в нашем организме даже у худого человека жира больше чем мышц и так нам нужны жиры какие жиры первое животные жиры любое жирное мясо сало курдюк жирная рыба которая содержит большое количество жира там северные сорта особенно до рыбы вот вот это вот это все нам нужно второе молочные жиры сливки сметана масло какой-нибудь коты кхе то есть все что из молока делается молочные жиры нам можно и даже нужно это будет очень полезно для организма сразу вопрос возникает а можно молоко нет молоко нельзя почему молоко содержит лактозу что такое лактоза это молочный сахар фруктоза фруктовый сахар лактоза молочный сахар вот в молоке содержится лактоза то есть мы получается едим сахар не надо молоко можно все кроме молока третье растительные жиры горчичное масло оливковое масло кедровое масло кстати кедровое масло это самый уникальный продукт изо всех жиров кедровое масло только чистое масло натуральное которое вот свежевыжатое выжатое холодным отжимом и хранилась она недолго то и уж никак никоим образом не консервировалась да то такое масло она при употреблении человеком при втирании при употреблении внутрь неважно как она попадает в организм она увеличивает рост и регенерацию клеток в 600 раз ни один продукт на земле не обладает такими стимулирующими на человеческий организм свойствами то есть кедровое масло это самый 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 уникальный продукт единственная только оговорка связанная с кедровым маслом у нас его нету вот все что продается в аптеках в магазинах это это не то это не то нам нужно свежевыжатая свеже сделанная то есть она есть там где растет кедр ну северная сторона нашей россии вот ну я посмотрю может быть удастся мне привести кедровое масло настоящее тогда я конечно расскажу об этом и она поступит в продажу но пока нету трудно его сохранить трудно его сохранить но если у вас есть возможность употреблять кедровое масло это уникальный продукт в плане оздоровления очищения организма и масла растительные можно употреблять практически все я рекомендую кроме подсолнечного подсолнечное масло я не рекомендую в связи с его промышленным производством его уж слишком уж задарируют очищают что-то с ним делают она не подходит современному человеку организм него пользу не приносит конечно если вы взяли живете в деревне у вас своя маслобойка и вы там набрали подсолнухов вы потрошили их да и у вас семечки есть и сделали масло такое масло можно она будет пахнуть она будет содержать там все необходимое вот но это редко редко исключение поэтому не запаривайтесь просто уберите подсолнечное масло все остальные растительные масла можно следующий момент это белки белки ну мясо рыба яйца все знают да ну творог единственная опять же оговорка это должны быть жирное мясо жирное мясо ни в коем случае не берите сухое мясо не берите сухую вырезку не берите куриные вот эти грудки которые не содержат вообще ничего пустое совершенно пустое белковая масса которая вызывает всплеск инсулина также как если бы конфеты горсть съели вот любое мясо которое выбираете должно быть жирным рыба рыба жирная в основном это северные сорта чир омуль нельма хариус северные сорта рыбы есть речная рыба очень классная жирная но она сезонная это сом сом если он добыт август сентябрь октябрь ноябрь вот в эти месяцы он очень вкусный и очень жирный можно семгу и форель употреблять конечно это не как северные сорта но все-таки это жирная рыба и она достаточно вкусная следующий очень важный момент это овощи вот если нам фрукты нельзя то овощи можно в них есть небольшое содержание углеводов но она настолько незначительные что не вызывает всплеск инсулина и не выбрасывает наш организм из того режима в котором он функционирует оптимально соответственно овощи и зелень и вот такие вот продукты нам можно более того нам они нужны нам они нужны в сыром виде помидоры огурцы лук болгарский перец чеснок там вот все овощи на можно делать сок сок из овощей купите соковыжималку соковыжималка должна быть шнековой ни в коем случае не центрифужная соковыжималка которая визжит и шумит шнековая это нужно когда такая спираль как в мясорубке в старой советской до такой вот медленное раздавливание медленное раздавливание позволяет нам овощи взять сок ну из внутриклеточное пространство раздавить вот и взять сок который будет не будет содержать нитраты и нитриты всякие химические вещества которыми сегодня обрабатывается часто мне задают вопрос что вот но я там купил на рынке но я же не знаю что там они напихали она все там на удобрениях выращена друзья мои когда вы отжимаете сок с помощью шнековой соковыжималки вся вот эта химия она остается в отходах в сухом жмыхе а сок он не содержит эти вещи он но это как масло и вода они не смешиваются соответственно если вы хотите чтобы в химикаты не попали в ваш рацион купите шнековую соковыжималку делайте сок из-за всего что я перечислил там сельдерей петрушка морковка и так далее овощи до свекла вот будет вам счастье и огромная польза для организма еще скажу по поводу овощей если нужно организм восстановить от какой-то болезни или более ускоренном режиме сбросить лишний вес или там как-то ну привести себя в форму можно питаться в таком режиме то есть вы питаетесь вот тем что я перечислил там жиры и белки и так далее да вот не кушайте углеводы один день а второй день вы кушаете сырые овощи потом опять обычное питание сырые овощи обычное питание сырые овощи то есть сырые овощи и соки из этих овощей вы кушаете через день один день обычная еда один день вот такая растительная пища это позволит вашей пищеварительной системе нормализоваться и прийти в норму то есть если вы давно грубо говоря давным-давно работали над своим нездоровьем давным-давно создавали свои болезни питались неправильно десятки лет да то стоит хотя бы годик на таком режиме попитаться потому что это позволит вашему организму получить определенный отдых и получить паузу такую восстановительную когда он сможет кишечники пищеварения восстановить кишечник неправильная работа кишечника и вообще всего пищеварения это не знаю там 70 процентов всех наших болезней у нас большая часть болезни начинаются с нарушения пищеварения просто это незначительно все происходит по чуть-чуть по шажочкам но все болезни возникают большей степени из-за не неправильного пищеварения и даже если вы питаетесь в обычном режиме не так что вот день зелень у нас свежая до один день у нас ну там жиры мясо рыба яйца и там так далее да вот если вы даже не в таком режиме питаетесь то хотя бы сделайте так чтобы половина вашего рациона 50 процентов составляли свежие овощи плюс зелень а вторая половина вот мясо жир рыба и так далее яйца там и так далее вот 50 процентов не меньше если меньше знаете что ваш организм накапливает определенные разные если он не в оптимальном режиме не идеально здоров да то он будет накапливать какие-то отходы отходы это болезни ну и напоследок еще две вещи которые очень 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 хорошие и будут вам облегчать это орехи и ягоды когда вот особенно в первое время когда вы переходите на такое питание до убрали углеводы убрали все очень хочется чего-нибудь сладенького берете стакан голубики черники там чего-то еще и просто съедаете будет вам счастье малины там клубники пожалуйста ограничения нет можете кушать даже более того стаканчик в день ягод стакан 2 будут невероятную пользу оказывать вашего организма вашему организму вот и орехи орехи тоже самое садишься пить чай сразу мозг выдает блин а как же а как же конфетка к чаю как же вот ну сыр там есть конфетки нету я привык к тому что конфетка орехи орехи шикарное средство на столе стоит вазочка с орехами грецкий орех фисташки миндаль что угодно что вам нравится вот и орехи с чаем очень не знаю мне очень нравится смотрите еще один момент значит понятно что вот это все что я перечислил до для нашего здоровья для восстановления и мы уже загнали свой организм в такой в такое состояние что вылезть из этого довольно непросто но возможно и когда мы начинаем вот так вот строго придерживаться этих правил конечно в какой-то момент бывает там где-то тяжко где-то тоскливо где-то блин да зачем я живу если я не могу себе удовольствие доставить да друзья мои не стоит относиться ко всему настолько категорично например наступает там август месяц до наступает сезон арбузов а вам нельзя арбуз да без проблем съешьте арбуз съешьте арбуз съешьте дыньку даже виноград съешьте попитаетесь неделю так чтобы вам вот восполнить все свои недостатки все свои умственные как бы она больше умственное чем телу это не нужно вот восполните все свои дефициты успокойтесь неделю пропитайтесь и обратно переходить на этот режим если вы раз в году раз в году неделю попытаетесь нарушая все возможные правила и режимы и так далее ничего страшного не произойдет вы быстро опять вернетесь норму вот ну а если не сможете вернуться захватит вас углеводная зависимость опять вы станете наркоманом сахарозависимым да тогда приходите на голодание приходите к нам на марафон по голоданию там уж точно мы вас выдернем из того болота в которое вы провалились если мы не уберем углеводы а при этом наполним наш рацион жирами мы просто начнем набирать вес как борец сумо мы начнем толстеть невероятно быстрыми темпами дело в том что жир и углеводистая пища сахара они совмещаются в такие не перевариваемые частицы эти частицы просто все идут в запас мы начинаем толстеть это происходит очень быстро еще один момент скажу по поводу хлеба очень часто говорят я без хлеба не могу вот все там до сахар я уже перестал есть ничего не ем углеводы я справлюсь но без хлеба не могу друзья мои сегодня мы живем 21 веке у нас есть куча замечательных продуктов нам же можно орехи соответственно мы можем взять миндальную муку миндальную муку продается там на озоне не знаю есть можно найти и из миндальной муки и еще второй продукт это псиллиум псиллиум это семена подорожника они тоже разбухают и такую клейкостью обладают ему из них из него можно печь хлеб вот два таких важных элемента миндальная мука и псиллиум все из них можно испечь великолепный хлеб домашний будет практически как настоящий неотличитель ну то есть отличаться будет конечно но это будет незначительно ну там еще есть кокосовая мука там мука грецкого ореха ну это уже более так скажем разнообразие начните с того что вот два элемента миндальная мука и псиллиум для тех двух элементов можно печь неплохой хлеб а рецептов в интернете огромное количество я желаю всем здоровья всем счастья получайте удовольствие от жизни друзья